Есть только один путь к спасению. Это только по благодати, только через веру, только во Христа. В Ветхом Завете нет одного способа спастись, а теперь есть другой способ спастись в Новом Завете. Это было бы два разных Евангелия. Для еврея не было одного способа спастись, а теперь есть другой способ спастись для язычника. Опять же, это было бы двумя дорогами на небеса. Есть только одна дорога на небеса. Иисус сказал, «Я есть путь, и истина». и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. В Ветхом Завете они были спасены только благодатью, только верой, только во Христе, ожидая пришествия Христа. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 8, стих 56 или 58, Авраам увидел мой день и обрадовался. Мы спасены, оглядываясь назад на первое пришествие Христа, который умер на кресте, неся наши грехи. В Ветхом Завете они просто смотрели вперед, ожидая пришествия Христа. Мы все встречаемся у подножия креста. И только по благодати, только через веру, только во Христе каждый спасается. И мы должны быть предельно ясны в этом. Итак, и у меня есть текст Ветхого Завета, Бытие 15, стихи 6 и 7, Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. И что интересно, когда Павел приводит свои доводы в пользу оправдания веры в послании к римлянам, он не приводит пример того, как был обращен Матфей, или как был обращен Иоанн Марк, или Лука, или Иоанн. Он возвращается к Ветхому Завету и римлянам 3 и 4, особенно к главе 4, и он использует пример Авраама. Он использует пример Давида, чтобы учить в Новом Завете, как кто-то оправдывается верой. И в послании к римлянам 1, стих 17, ибо в нем открывается праведность Божья от веры к вере, ибо написано, праведный человек будет жить верой. Опять же, Павел излагает свою точку зрения в Новом Завете, цитируя Ветхий Завет для того же самого Евангелия. И этот текст был Аввакум 2, стихи 3 и 4. Значит, даже сама Библия учит, что есть только один путь спасения. И если бы я мог дать тебе еще один стих, Натан, ты сказал, что у меня есть столько времени, сколько я хочу. У нас есть готовый указатель священных писаний из трех колонок. Римлянам 1, стих 2. После стиха 1, Павел, раб Иисуса Христа, отделенный для Евангелия Божьего, которое было записано в Писании Ветхого Завета пророками давным-давно. В послании к римлянам говорится, что Евангелие было записано в Ветхом Завете, и они поверили в это и были спасены, точно так же, как мы верим в это и спасены. Нет спасения ни в каком другом имени, ибо нет другого имени под небом, данного среди людей, которым мы должны быть спасены. Это Деяние 4, стих 12. А затем 1 Тимофею 2, стих 5. Ибо есть один Бог. Сколько существует Богов? Один Бог. Очень хорошо. Один Бог и один посредник между Богом и людьми. Сколько посредников? Один посредник. Человек Христос Иисус, который отдал себя в качестве выкупа за всех, свидетельство, принесенное в надлежащее время. Посредников столько же, сколько Богов. Есть только один Бог, и есть только один посредник перед этим Богом, и это человек, Христос Иисус. Это непреложная истина, которая одинаково верна как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Значит, старая поговорка, если это что-то новое, то это неправда. Так что если ты когда-нибудь услышишь какой-нибудь новый способ спасения, ты можешь просто отметить его как еретический. Субтитры сделал DimaTorzok